Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я предлагаю поразмыслить вот над чем. Позволительно ли православному христианину жениться на женщине? На женщине я имею ввиду не на девушке, не на девушке или как раньше говорили не на девице. Я думаю многих сразу смутило и название сюжета и вот такая вот преамбула, позволительно ли жениться на женщине. Вы могли подумать, а на ком же жениться на мужчине что ли? А это как раз говорит о том, что сейчас уже очень многие люди не понимают колоссальную разницу между женщиной и девушкой. Сейчас ведется настоящая война, друзья, против чистоты, целомудрия, верности и поэтому зачастую принято женщину с очень большим, сами понимаете, там интимным опытом называть девушкой. Уже такой трэш возникает как словосочетание беременная девушка, девушка с ребенком, что само по себе конечно же богохульство, потому что это как-то уж больно, ну знаете, беременная девушка и девушка с ребенком была одна за всю историю человечества. Это Богородица и поэтому когда сейчас какие-то потасканные женщины называют себя там девушками с ребенком, это не только нарушение смысла слова девушка, но еще и явное богохульство, потому что это претензия на статус Богородицы, скажем так. Ну уж умышленно ли они это делают или нет, но тем не менее, это жуткое богохульство, на мой взгляд. Так вот, позволительно ли? Почему решил сегодня эту тему поднять? Сегодня 5 апреля, пятая неделя Великого Поста, неделя Марии Египетской. Очень часто, особенно в православном, даже не в православном, а около православном мире, женщины начинают такую фигню лепить, что ну, покаяние же, ну, списывает грехи. Поэтому, ну да, ну, начудило в молодости, вот, но ведь покаялась, что ж я теперь не имею права на счастье? Вот эта формулировка, ну, ошибки сделала в молодости, что ж я не имею права на счастье теперь? Это есть и в светской среде, но там это просто без покаяния. Я осознала, вот примерно так. Я осознала, глупая была, теперь умная стала. Что ж мне теперь это, в монахини уйти? А в православном, в околоправославном сообществе это, ну, я же покаялась. Вот это вот берется спекуляция, что покаяние списывает грехи. И поэтому, что ж я теперь не имею права на счастье, на нормальную семью, например. Вот, ну да, прыгала с ветки на ветку, блудила, но что ж я теперь не имею права на нормальную семью, там, с любящим мужем, с верностью, с детьми и так далее. Так вот, давайте вспомним историю Марии Египетской. Почему именно ее? Потому что очень часто на нее ссылаются. Вот Мария Египетская, она же, ох как, чудила. Но ведь она же прощена была, говорят, околоправославные женщины. И что ж, я не имею права на счастье? Так вот, давайте вот эту историю вспомним. Я думаю, что житие вы все знаете. Примерно, хотя бы, житие Марии Египетской. Ну, вкратце, если вдруг кто-то вообще не читал, откуда она появилась. Был некий старец Зосима, который пошел, ну, собственно, подвязался в палестинском, в одном из палестинских монастырей и пошел, собственно, искать, ну, скажем так, тех, кто преуспел в духовном делу не больше его. Пошел в другой монастырь, пришел в этот монастырь, на службе отстоял, в смысле отстоял, участвовал в службе, он был при этом священником. И когда, собственно, все разошлись на Великий пост, это была последняя служба перед Великим постом, дальше иноки расходились, старцы расходились по пустыне. Вот он пошел, надеясь наткнуться на кого-то из старцев, поговорить с ними, и наткнулся на некую такую очень странную женщину, которая ходила абсолютно ногая по пустыне, голая, попросила у него одеяния, потому что не могла приблизиться, чтобы с ним поговорить, она говорит, я женщина. И, собственно, да, он ей дал свое одеяние, она ему рассказала свою историю. Это вот как раз Мария Египетская, то есть была она блудницей, причем не только проституцией занималась, а, судя по всему, блудница была идейная, скажем так, за идею, ну, как за идею, ради самого процесса. Блудила она, собственно, в Александрии изначально, египетской, потом поехала в Иерусалим, по дороге блудила и, соответственно, наткнулась на то, что не могла войти в церковь на праздник воздвижения Креста Господня. Не могла войти в церковь, поняла, что это по грехам, стала молиться, вошла в церковь, увидела древо Креста, а дальше дала, по сути, обед, что будет в пустыне теперь, ну, по сути, каяться. И 47 лет она в пустыне, жила в пустыне. При этом первые 17 лет она питалась тремя хлебами. Она перед уходом в пустыню купила три хлеба, три, по сути, кровая, и питалась ими, уже окаменевшим хлебом. Дальше питалась коренями, ну, как это, что под руку попадало. Несколько раз была на грани смерти от тяжелых условий жизни. Голой стала, потому что одежда на ней сгнила. И вот так она в пустыне 47 лет провела, в покаянии. Дальше она попросила Зосиму через год ее причастить, и еще через год она скончалась, собственно, и он ее похоронил. Ну, это очень вкратце, чтобы сейчас, как бы, кому интересно, советую прочитать обязательно житие Марии Египетской полностью. Да, она достигла огромных духовных дарований. То есть она переходила уже по воде ходила, когда Зосима пришел к ней, собственно, с причастием, она к нему по воде перешла, Иордан. То есть она, естественно, стала преподобной. Она достигла очень такого духовного статуса за свое покаяние. Но, друзья, разве она нашла себе мужика ресурсного? Разве у нее цель была в том, чтобы... Ну, вот я почудила. Ну, что ж, ну все, я покаялась. Теперь подайте мне дурачка, который меня примет после, там, не знаю, батальона или дивизии. Вынь да положь. Что ж, я не имею права на счастье. Она считала, что не имеет права на счастье. Она пошла в пустыню, в лютейшие условия. Кается. И поэтому какой плод покаяния? Что я не могу покаяться, не могу быть прощена? Да, можешь. Все верно можешь. И более того, имеешь ли право на счастье? Имеешь. На счастье пребывания с Господом? На счастье прощения? На счастье подтверждения этого прощения здесь, еще при этой жизни. То есть если даются такие дары, как хождение по воде, то, ну, наверное, Господь тебя простил. Наверное. Насколько мы можем судить. Да, имеешь право. Но не поиск другого ресурсного самца, скажем так. А очень часто это понимается именно так, что я попрыгала с ветки на ветку, а теперь вынь да положь мне дурака, который меня примет. То есть когда у меня там тело позволяло, условно говоря, за один ужас, за один ужас, ну, в принципе, да, это оговорка по Фрейду, за один ужин, там, не знаю, требуют, чтобы на меня пять тысяч слили в каком-то ресторане. Тело позволяло, ну, я вот так жила. А теперь, когда молодежь на пятки наступает, и когда уже бургер надкусанный никто не даст, я готова. Я готова к серьезным отношениям. Теперь я знаю, чего хочу от жизни. Все. Нагулялась, готова к серьезным отношениям. Семью мне подай, это самое. Детей подай, верность. Мужа не нужно мне пять тысяч за ужин. Тридцать тысяч в месяц, но стабильно, вполне сойдет. Да, теперь, грубо говоря, я готова, скажем так, подарить себя, обмылок, вот этому человеку, который пусть даже не по пять тысяч за вечер, но будет сливать. Почему? Да потому что меня уже никто сливать не хочет. Потому что уже молодняк там, зачем сливать на 30-35 лет, когда он 20-летний, такие же есть шкуры, откровенно, которые просто хотят, чтобы на них деньги сливали. Молодежь на пятки наступает, конкуренции не выдерживают, готова к серьезным отношениям. И когда ей кто-то говорит, что, слушай, ну, как бы, какие тебе серьезные отношения? Ты прошлое свое помнишь? У Марии Египетской не такое прошлое было. Так да, здорово, все правильно. Будь как Мария Египетская, похвально. В пустыню. Не за мужиком, который лох, который тебя будет содержать, будучи там 2524-м. Только потому, что не наклюнулся на его место. Наклюнулся бы, вполне возможно, не он бы был. Ему бы там трехтысячное место досталось. А просто все. Предыдущий был последним. Все, больше никто даже бургер не покупает. И теперь она подготовилась к серьезным отношениям. Нет, прощение есть, покаяние есть. Но что ты хочешь от этого покаяния достигнуть? Так вот, а здесь, друзья, я считаю, что те люди, которые будут связываться вот с такими девушками с богатым, весьма богатым интимным прошлым, они участвуют, ну, блин, в святотатстве практически. Это в чистом виде святотатства. Святотатство. Святыня – тать. Святыня – вор. Украсть святыню. Вот здесь примерно то же самое. То есть есть профанная, есть священная. И, по сути, когда она может решать свои проблемы, женщина, она решает их сама. Все, хочешь со мной гулять, цветы, подъезжаешь на бумере, не знаю, ведешь меня в ресторан или ты мне не нужен. Она решает свои проблемы сама. Но вот когда она уже их не может решать, когда уже там, скажем так, тушка поплыла, начинается святотатство. Начинается привлечение таких понятий, как покаяние. Чуть ли не таинство. Для чего, друзья? Для того, чтобы стать как Мария Египетская и перед смертью там почти через 50 лет причаститься и скончаться, почить обозе. Или же для того, чтобы просто, ну, другую форму паразитирования получить. С помощью исповеди, с помощью священного, ну, не исповеди, а покаяния, с помощью священного просто продолжается реализация той же мотивации. Мне должны, мне обязаны. Но если раньше я стоила там 5 тысяч, то сейчас уже, ну, да, износ больше 100 процентов согласно за стабильную среднюю зарплату. Серьезные отношения поддерживать, детей рожать. А кому ты нужна с тобой детей рожать? Кому нужна, ну, матерью детей выбирать блудницу, которая сейчас ни в чем не кается. Она всего лишь хочет получить халяву. Как она ее хотела получить, так она ее сейчас хочет получить. Просто она понимает, что на нее цена упала. И называет это серьезными отношениями. И более того, использует для этого как раз священное понятие покаяния. Вот здесь святотатство. То есть ты священное используешь для своих шкурных целей. Это и есть святотатство. Кража святыни. Использование святыни не по назначению. Ты фактически, ну, бредово, да, но ты взываешь к высшим силам, как к сутенеру. Мои интересы, я проституцией занималась, а сейчас я вышла в тираж, и мои интересы не прикрыты. Подайте-ка мне лоха, который будет меня обеспечивать со своей зарплаты. Будет у нас серьезная семья. То есть прикройте мои интересы. По сути, проститутка кому взывает для покровительства к сутенеру? Это использование, это какого уровня богохульства? Использование условно небесной канцелярии в качестве сутенера. Все, я покаялась, я теперь имею право на нормальную семью. И когда вы берете такую жену себе, вы фактически участвуете вот в этом богохульстве, в этом святотатстве лютейшем, вот с этими там девушками беременными. И мы сейчас не говорим о разведенных женщинах. Мы говорим только о тех, которые не сохранили девство, не сохранили целомудрие. Разведенные женщины, про них все четко сказано еще Господом. Что кто женится на разведенной, прелюбодействует. Во-первых, подает ей повод прелюбодействовать, во-вторых, прелюбодействует сам. То есть там все очень четко прописано. Что женился на разведенной, она прелюбодействует, ты прелюбодействуешь. Все. А вот здесь просто не целомудренная женщина. То есть именно женщина, не девушка. То есть вот подумайте, в чем вы участвуете. Когда, если женитесь вот на такой женщине, вы участвуете в богохульстве и в святотатстве. Потому что сейчас, когда она говорит, что да, я осознала в 30 лет, не знаю, до 30 чудила, а теперь осознала, и теперь-то я имею право на счастье. Вон Мария Египетская, прощена же была. Ну так иди в пустыню, тоже будешь прощена. Скорее всего будешь. 50 лет там погуляй, и будешь прощена. А не то, что я теперь не имею права на дурака, который меня дальше будет содержать. То есть меня содержали-содержали, а теперь я поняла, что меня содержать должны. По сути, по схеме-то это так выглядит. Что в чем она покаялась? Она искала халявы, и сейчас ищет халявы. Просто с учетом собственного износа. И все. С учетом того, что прыгать каждый вечер с разным мужиком, за 5 тысяч, за ужин, у нее уже не прокатит. Потому что 20-летняя есть на ее место. Но у нее не прокатит, и поэтому теперь она готова на более скромные суммы. И стабильные. Стабильные не потому, что ей серьезных отношений хочется, а потому что прыжок отсюда, и не долетишь туда. Если раньше она понимала, что она прыгает с ветки на ветку, и она прыгает просто с ветки, а там 10 веток подставляется на выбор, то сейчас она может прыгнуть и ни на дну не попасть. Отсюда выпрыгнула, а никуда не долетела. Поэтому, естественно, ей хочется стабильности. Естественно, ей не хочется, чтобы прыгать в никуда. Там нет уже 10 веток подходящих. Так вот, и все это прикрывать покаянием, то есть это богохульство, это святотатство. И вы в этом участвуете, когда женитесь на женщине именно, а не на девушке, не на девице. Ну вот, такие соображения. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но я бы не советовал.